Здравствуйте, друзья, с вами Вула, и сегодня бы хотелось поговорить о такой игре, как Парагон. Оценить вообще плюсы и минусы, и посоветовать, стоит ли в неё играть, или же обойти стороной её. Обычные стандартные ячейки, большие клавиши, так что ничего не упустите и мимо клавиш не промажете. Всё эргономично, не режет глаза, большая клавиша играть, переносит нас во вторую вкладку уже. Здесь мы имеем три режима, один против ботов, команда против ботов, ну и против живых игроков. Причём этот режим открывается только с пятого уровня. Пятый уровень это именно вашего аккаунта. Тут ещё есть дополнительные уровни персонажей, и они качаются по мере игры за этого персонажа. В этом окне показывается последний персонаж, за которого вы играли. Ну, соответственно, его уровни, сколько нужно до следующего уровня и так далее. Так, теперь следующее меню профиля. Здесь уже у нас собраны все герои. Герои доступны все, но не с самого начала, а по мере поднятия уровня вашего аккаунта, опять же. Как только поднимите, до, по-моему, до пятого уровня вам откроются все остальные герои. Это не страшно, от силы вам, скажем так, сыграть, наверное, игр пять придётся, и все герои у вас уже будут доступны. Следующее окошко у нас, окошко колод, которое вы будете сами собирать. О сборе колод я расскажу потом в каком-нибудь другом видео. Скажу только то, что сбор колод доступен вам, опять же, только с пятого уровня. Ну вот теперь сами карточки. Юминка этой игры, скажем так. Так, допустим, если взять доту, то там у нас имеется система улучшения именно стартовых предметов. То есть мы берём более слабые предметы, соединяем их с другими и получаем хорошие вещи. Здесь же ключевым элементом являются сами карточки, именно главные. А уже их мы потом будем улучшать. Каждую карточку можно улучшить три раза, любыми другими карточками. Но нельзя улучшать именно карточками, в которых есть ячейки для улучшений. То есть, допустим, вот эта карточка улучшается, вот эта используется для улучшения, это используется для улучшения и так далее. Карточки у нас разделяются на пять типов. Это, ну, сами видите, порядок, интеллект, порча, ярость, рост. И универсальные карточки, которые могут использовать все герои. Карточки у нас привязываются к определенным героям. Причем у некоторых героев, допустим, может быть по несколько типов карточек используемых. Как видите, здесь, например, порядок, порча. Или здесь интеллект, порча. По-моему, даже есть герои, которые используют только один тип. Вот, допустим, ярость. Он использует только ярость. Карточки ярости. Ну, таких мало. В основном все используют по два. Я не знаю, почему его так обделили. Может, ему что-то добавят потом попозже. Так, ну, следующая вкладка. Это у нас просмотр игр. Если хотите посмотреть, как другие игроки играют, ну, пожалуйста. Но, как по мне, это не то, на чем следует острять внимание. Считать, что игра только в открытой бете. Скажем так, это лишнее пока. Вот если потом игра выйдет на киберспорт, тогда, да, это уже будет иметь место. А сейчас пока об этом нет смысла говорить. Ну, а теперь уже давайте найдем себе матч. Не заставился, кстати, долго ждать. Всего лишь каких-то 20 секунд. И нам нашлась игра. А если считать, что игра еще только в открытой бете, следственно, людей тут играет не так уж и много, то довольно-таки неплохо. Ну, еще стоит учитывать, конечно, что тут всего лишь один режим. Можно так сказать. Поэтому быстро находит. В отличие от той же доты, в которой тьма режимов, плюс еще рейтинговые игры. Кстати, тут рейтинговых игр пока нету вроде бы. Я не знаю, конечно, как они будут реализовывать этот рейтинг. Все-таки, ну, как он будет, один-единый? Или у каждого героя будет свой рейтинг? То есть будет рейтинг эффективности на каждом герое. И в зависимости от того, как вы играете на каждом герое, вас будет кидать в команду с соответствующими игроками. Все-таки не зря же тут уровни персонажей тоже учитываются. Конечно, они там учитываются для уровня мастерства, всякими наградами, повышение опыта и прочая чушь. Ну, это в любом случае будет потом. Как сделаю, так и будет. Выберу, наверное, я вот этого персонажа. Что-то название мне нравится. Химера. Первый раз буду за него играть. Посмотрим, что с этого выйдет. Может быть, даже и затащить смогу. Ну, конечно, если команда вся не поливает. Ну, как вся, даже если один ливнет, тут уже будет тяжело. Тут же все-таки нету такого, как в других мобопроектах. Если союзник ливнул. Ну, или свет выключили. Там мамка есть, позвала. Опыт будет идти больше тебе, так как ты будешь, допустим, один стоять на олене. И так же будет золото все его делиться вам. А здесь же другая система. Здесь никакого золота нету. Из миньонов тут выпадают энергетические сферы, которые вы используете для того, чтобы покупать карты. Так вот, есть условие, что если вы миньона добиваете, то все эти сферы, которые выпадают из него, притягиваются к вам, плюс еще дополнительное задобивание, добавляется еще определенное количество сфер. Но если этот миньон умирает от других миньонов, либо от вашего союзного героя, то сферы падают на землю. Их уже надо самому подбирать. Бегать по ним. Ну, понимаете. И получается так, что если ваш союзник ливнул, соответственно, ваша команда, как минимум, на одного человека слабее. Плюс вы сильнее от этого не становитесь. Потому что вам ничего дополнительного не перепадает. Плюс еще, соответственно, кто-то уже стоит один против двоих там, или, не дай бог, один против триплы. И тогда уже получается доминирование. И вы уже к концу игры. Так как к концу игры, к десятой минуте уже все заканчивается. Способности у нас скачаются на control, плюс клавиши, которые эта способность привязана. Так, что тут нам взять? Наверное, правую клавишу мыши. Это, типа, прыжок какой-то. Надеюсь, пригодится. Будем сближаться. Либо escape будет такой. Кстати, когда я первый раз только запустил игру, конечно, картинка меня впечатлила. Каждый листочек рассматривается. Каждая травинка. Все-таки ребята поработали над декорациями. То есть, игра ощущается, действительно. Ты ощущаешь себя, как будто вот внутри игры. Вот сейчас в листочке посмотрим, кстати, что тут. Ну, тоже очень все красиво. Такие деревья над нами, скалы какие-то непонятные. Какие-то непонятные останки предыдущих цивилизаций. Кстати, вот места тут такие специальные невидимости. Вы, когда в них, получается, забегаете, становитесь невидимыми. Ну, это в лол подобная система. Но, конечно, если в эту зону тоже забегает противник, то вас он тоже видит. Во время попадания тут выскакивают цифры урона из противников. Причем любого урона. Неважно, криты или просто урон. С одной стороны, это как бы хорошо. Но с другой, когда происходят адские замесы, там такая бакханалия творится на экране, что не разберешь вообще ни своих, ни чужих. Там одни цифры на экране. Вот как здесь, например. Кстати, по интерфейсу чуть-чуть. Ну, вот справа от жизни тут находится шкала уровня. А слева от полоски жизни находится шкала как раз-таки вот этих энергетических сверх, которая заполняется и которую вы используете для покупки карт. Ну и вот я тут сразу загулял и уже получил по щам от двоих. Ну, во-первых, потому что читать надо описание скилла до конца. Оказывается, нельзя прыгать в любое место, а только на вражеских героев можно. Да и плюс еще не заметил, как меня обошли. Кстати, персонаж, я смотрю, тут бьет еще и по соседним целям. Как бы в одну бьет много и по соседним какой-то перепадает. Не помню, чтобы урон же героев точно нельзя цеплять сразу нескольких. А вот и милишные герои, по-моему, все цепляют по площади небольшой вот от себя. Ну или в конусе перед собой. Ой, да вы издеваетесь. Еще один сюда приперся. Трипла теперь. Ёлки-палки, дайте вы мне пофармить. Здесь, кстати, башни сразу стреляют по миньонам в первую очередь. Но если вражеские герои напали на вас, то как только вам нанесли первый урон... Куда? Втроем полезли. Подтавр. Не вставай домой. Домой пошел. Так, минус второй. Все, свободны. Куда стоять? А, не, не догонял уже. Ну ладно. Вот и сферы, о которых я говорил, кстати, которые собирать приходится. Побегать, если не вы убиваете противников. Не, ну они тоже идиоты, тоже мне додумались. Поперлись под тавр. Там по большей части не я, а сама башня их всех поубивала. О чем я только что, кстати, и говорил. Вот как только начинает бить... Короче, как только начинает в зоне башни бить героев, то башня сразу переключается на вражеских героев и колотит, пока не убьет. Либо пока не выйдете за зону. Ну вообще, по сути, это обычная моба. Три линии, на каждой линии по три башни и трон. Ну тут называется ядро основное. И все. Крипы, герои. Только все намного динамичнее, быстрее. Нет долгого стоялого. О, кстати, вот еще один самоубийца. Ну давай, тоже мне задумался попереться под всех крипов наших. А наше еще вторая волна подошла как раз таки. Кстати, крипы тут тоже довольно дофига сносят. Еще тут есть такая интересная особенность. Тут на карте раскиданы такие места для сборщиков, которые будут собирать для вас вот эти вот сферы энергетические. Причем их можно устанавливать только спустя, по-моему, три минуты после начала игры. И вражеские сборщики можно разрушать, так же как и враги могут разрушить ваши сборщики. Но это больше полезно для лесников, скажем так. Ну а вот, кстати, система экипировки и улучшения карт. Как видите, у нас имеется 4 слота для активных карт и 2 слота для пассивных. То есть все легко, нетрудно, ничего искать не нужно по всему списку. Выбрали карту, нажали на нее, и вам сразу открылся список карт, которыми вы можете ее улучшить. Закупаться картами вы можете только на базе, никаких курьеров нету. Плюс в том, что у вас есть бесплатный телепорт, безоткатный, который вы можете использовать в любой момент. Ну, правда, только в один конец. На базу. А оттуда уже пешочком будете идти. Хотя даже тут разработчики подумали о нас. И спустя какое-то время, по-моему, секунды 3 бездействия, ваша скорость повышается до максимальной. Я заметил, в игре много решают сближение с противником, замедление своеобразное и эскейпы. Потому что тут все-таки, если он сблизился с противником, то от себя он уже не уйдет. Скорость тут у всех примерно одинаковая. Там она плюс-минус увеличивается, уменьшается. Но большой разницы это не играет. Если на вас уже напрыгнули, и у вас нет никакого эскейпа, то уйти будет довольно трудно. Тут даже есть карты, которые позволяют телепортироваться на определенное расстояние. Это для тех героев, у кого нет активных способностей таких. Плюс есть другая ситуация. Если вы за кем-то гонитесь и не можете догнать его, а он бежит от вас и отстреливается еще при этом. Ну, в общем, подводя итог, скажу, что игра достойна. Действительно. Если хочется отвлечься от стандартных моба. Если вам надоело проекции вида сверху. Ну, действительно. Допустим, лично мне вот в обычных мобах, допустим, взять тут же доту, лол, хоц или прочее. Как-то там вот ощущал себя просто зрителем. Ну, ты сидишь, как-то смотришь сверху, как там что-то бегает. А здесь ты действительно ощущаешь себя героем. То есть ты присутствуешь на поле боя. Эта игра определенно стоит вашего внимания. Динамичная боевка, прекрасный график. Да здесь есть все, что может вам понравиться. Плюс постоянные обновления, добавляются новые герои, фиксится старый. Вот уже скоро собирается ввести какую-то новую карту. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И играйте в хорошие игры. А в какие, скажу вам я. Субтитры сделал DimaTorzok